У нас такое ощущение, что мы приехали не в Польшу. Выпечка и мясо, сладости, солёности. Именно в Кракове очень часто и много где продают облажанки. Мы подошли к Мурятскому костюлу, и как раз тут ещё доигрывает мелодию трубач. Приезжайте, люди, в Краков. Кто не был. Кто не был. Ну, конечно, мы все были, скорее всего. Если город классный, он нам нравится, то всегда есть крутые детские площадки, вообще доступные. В Ладе я такого не помню. О, Массакра, как же красиво. Пришли в знаменитое заведение, их много по Кракову. Мороженое нас не отпускают, это бесплатно. Краков классный, но было жарко. Но зато мы воспользовались коляном мороженом. Ребята, привет! Привет из Кракова. Мы в Кракове, и мы просто в восторге. У нас такое ощущение, что мы приехали не в Польшу. Ну, первых впечатлений, да. Ну, это, конечно, что-то особенное. Хотя вот мы живём в Польше, но в Краков это совсем не знаю. Ну, я не знаю даже, я не хочу ни с чем сравнивать, но это что-то особенное. Я даже не ожидала такого от Кракова. Хотя вот мы прошли вот всего немножко, а я уже такая, вау, смотри, классный. Мы были года 4 или 5 назад, но даже 5 или 6, ну 5 скорее, окей. Но тогда мы были быстро, без настроения. Сейчас мы ещё пойдём ближе к центру, увидим всё ещё раз, то, что мы уже видели, но ощущения будут другие, я уверена. У меня ещё, знаете, нравится, что такие широкие просторные улицы, что очень много таких исторических зданий. Может, туда посмотреть, туда посмотреть. Очень классный сохранён опыт. Ну, подойдёмся. Да, вообще в шоке. В шоке. И мне очень хватит, как я посмотреть, погулять и побежали уже. Ребята, находимся в торговом центре. Как? Галерея. Ребята, находимся в торговом центре галерея в Краковской. И мы хотели оставить вещи. Которые на вокзале, которые совмещены с зданием. И мы искали, где оставить багаж. Ну, у нас там один пакет получился, но я сначала нашёл, что везде по 20 злотой стоят. У нас всё. А у нас один пакет. Да. Здесь вот есть шатник, минус первый этаж. Минус первый этаж. Возле магазина Кроп. Грыцин Кроп. Грыцин Кроп. Вот тут идёшь, и там маленький пакет 5, от 5 там. Такая личность, 5 злотых. Ну, там же не круглосуточный раз. Полностью 9 утра до 10 вечера. Да. Ну, на весь день можно ставить опять злотых. Маленький, большой, ну, такой средний. Угу. И большой, я не помню. Ну, то есть там от 5 и выше. Ну, до 10 злотых. Можно подойти, показать сцены. Пойдём покажем. Стоит до 10 злотых. Это офигенно. Ну, да. Правда, что до 22, но погулять по городу. Ретрофизент в этом вокзале. И вокзал прям вот в этом. Ну, просто чуть-чуть. Ну, там через подземный переход, сцена в галерею. И работает даже по воскресенью. Неделя. По торговым. А, да, по торговым. Ну, хотя бы. Да. Но нередко-то, да. Ну, по-моему, реально. Пришли на рынок. Старый Клепаш. Клепаш, не знаю. Решили заглянуть, может быть. Ну, просто не загляну. Ну, так пробежаться. Не знаю, может, тоже ничего не покажем, если неинтересно. И пока на первый взгляд, ну, получается, один раз были Краков. Ну, ребята, это как будто и не было. Мне Краков очень нравится. Мне тут даже интереснее, чем мы в Вене побылись. Да. Вена просто, не, Вена тоже классная, красивая. Но тут архитектурные поэты. Да. Всё, пошли. Привет. Рыночки. Прикольно, что тут синёк. Мда. Пахнет свежими овощами. Рыночки свежими. Рыночки свежими. Нет. Нет. Выбор огромный. Разный. И выпечка, и мясо, сладости, солёности. Здесь несколько павильонов уже с готовой едой. Можно перекусить где-то. Какие красивые яблоки. Они очень вкусные. Мясо. Краковская колбаса. Мясо. Мясо. Настоящая краковская. Да. А не то, что принято в Беларуси считать краковской. Ну да. Ой, пахнет копчёный сцинский. Копчёный. Здесь у нас прямо по курсу памятник битве под Грюнвальдом. Ну, довольно знаменитая битва. В том числе в Беларуси это одно из главных таких исторических событий. И тоже считается очень важной победой. И здесь с обратной стороны находится Барбакан. Это вообще сооружение, которое... Ну, название его, по крайней мере, это и само сооружение. Вроде как пришло от арабов. И это получается такая оборонительная круглая башня, которая была вынесена за территорию замка. И с высоты можно было обстреливать во всех направлениях врагов. Ну, видно, что там такие вот окошечки для пушек. Ну, или из лука, или там что угодно. Ну, я представила, что там пушки. Ну, и вот она как раз такая круглая, пухленькая, интересная. Там очень много людей. Возможно, можно зайти. Да. Я хочу зайти. И Флорианские ворота. Часть крепости, которую защищали с Барбакана. И мы идём ближе к центральной площади. Тут камеру можно не выключать. Потому что мы вышли на улицу Флорианску. И тут суперкрасиво. Ну, и туристов уже много. В Кракове есть музей восковых фигур. И тут даже пару экспонатов видны снаружи. Люди подходят фоткаться. Мистер Бин, например. Ну, мы заметили, что схожество, конечно, не максимальное. Но неплохо. Ещё мы обратили внимание, что здесь, именно в Кракове, очень фиастые и много где продают облажанки. Такие, типа, бублики. Не знаю, но они должны быть, наверное, очень вкусные, раз их все везде продают. Мы популярны с Маком. Им такие, как более восточные. И эти точки, они везде стоят. На остановках. Вообще, на зале, везде. Почти на всех остановках. Ну, часто мы видели в городе. Моди никогда не было. Ни одного раза я не видела. Вот, пожалуйста, ещё. Мы прошли, не знаю, там 5 метров. И вот ещё такой жаларёк. Причём они выглядят очень так обычненько. И часто покупают. 2,50 стоит. Такой милый магазинчик. Смотрите, какие... Это не медведь, это медведь. Мама медведь. Блин. А вот семья медведей. Класс. Не только медведь. А, ну да, тут не только мишки и солушки. Блин, прикольно. Классное путешествие, да? Ой, я так люблю путешествовать. И я вот вообще отключилась, как будто я не в Польше. Мне так нравится. Мы просто... Гуляем. Да. Мы подошли к Мурятскому костюлу. И как раз тут ещё доигрывает мелодию Трубач. И она должна прерваться. Ну, незаконно. Незаконно. Незаконно, да. А ты крестик? Да, что есть. Да, есть легенда. А, вот на этом месте, да, наверное. Нормально закончится. Короче, есть легенда, что в него прилетела стрела. И он не доиграл свою мелодию. И с тех пор все Трубачи её не доигрывают. И играют раз в час. Возможно, это придумывается. Так, мелодия вернулась. Может, он воскрес как Санфу уже делал? Это смешно. А вон там сам Трубач не ограбил. Видишь, там же? Да. О, откинуть, смотрите, эти обмажанки. Но они везде идут. Подожди, а внутрь можно зайти? По идее, да. Да, надо поискать неплатный вход. И костёл спереди. Мы смогли проникнуть ненадолго. Но мы были во время службы, получается. И там нельзя даже было снимать. Но, честно говоря, все снимали. И мы понаглели. Тоже чуть-чуть для памяти засняли. Но там очень красиво. Вот прямо очень. Хотелось стоять и рассматривать, и рассматривать. Но нельзя. И тут как бы ещё так интересно, что башни две разные. Разные высоты, разные формы. Даже. Забавно. А это... Рынок. Старый. Ой, ну как же это красиво. А я, насколько помню, мы там где-то магнитики покупали внутри. Наверное, можно пройти. Что-то у меня такие воспоминания. Сейчас проверим. Сашка всё снимает, потому что это так красиво. Всё должно остаться в памяти. Как же круто. Ребёнки. Оставите меня здесь, в Кракове. Мы приехали сюда чисто как туристы. И это так круто. Вот как туристу я ставлю десяточку. Хотя мы прошли ещё всего ничего, а я уже ставлю крепкую, такую десяточку, как туристы. Руссо-туристы, белоруссо-туристы нам очень нравится. Конечно, это не сравнится с лодью вообще никак, но мы и не сравниваем. Это очень классно. Классно, классно, классно. Ну, сейчас заглянем в сукеницы. Это бывшие торговые еды. Раньше там ткани продавали, а сейчас всё подряд. В основном, наверное, дешёвые китайские сувениры. Или мы выходим на Малый рынок. Ну, тут, конечно, так попроще. Ну, красиво. Ну, миленькое место. Вокруг такие дома. Классно. Вообще офигенно в Кракове. Приезжайте люди в Краков. Кто не был. Кто не был. Ну, конечно, уже все были, скорее всего. Нет. Все, не все, да. Вот и последних, давай человек, которых остались. Если мы не вдохновим, то никто уже не вдохновил. Да, уже все. А мы как-то так зашли в обратную сторону костюма. Ой, тут, конечно, вообще, ребята, вот волбашки просто. Тут ещё такой домик с такими цветочками, миленькими окошечками. Вообще офигенно. А тут вообще каменное здание. Как вот это вот всё вот так соединили в одно место. И это выглядит настолько красиво, Сашка. Просто все дома, вот так вот, разное, ну, они из разных материалов сделаны. Их так вот слепили, и это выглядит так красиво. Всегда задаюсь этим вопросом. Вот раньше у меня были. Да, что-то там слеплять, вылеплять. И сейчас мы все ходим и восторгаемся. Очень красиво. А ещё я люблю, вот казалось бы, просто было окошко. А вот цветочек добавил, и всё, смотрите. Уже в итальянском стиле. Очень красивенько. Ну вот удивительно же. Посмотрите, сколько таких вот деталей. Вот так вот мы стали с Сашкой. И давай рассматривать двери. Потом какая-то, ну, какой-то образ. Не знаю, ну, не икона, а что-то другое. Класс? А вот. Я не знаю, всё-всё-всё. Вот просто в совокупности. По отдельности бы, Сашка, я подумала, может быть, это было бы не так вау-эффект, как вот в совокупности. И плюс ещё очень ухоженные территории. Дровичка, всё так ухоженно, красиво. Не грязно, не обрисованные стены. Кстати, очень часто бывает, когда стены обрисованы, некрасиво. А здесь вообще роскошно. Всё очень хорошо. Вообще красота. Ухоженно, красиво. Мне очень нравится. А какие двери? Ну, это просто роскошно. Я подошла сюда, чтобы потрогать эту ручку. Она офигеть горячая, очень горячая. Невозможно её трогать, но было бы... Но она супер. Если у меня будет квартира, у меня будет такая ручка. Он же где-то нашёл, наш хозяин, мебель, антиквариат. Мы, значит, найдём такую ручку. Я буду вот так стучать, Саша, проснись! Или наоборот, наверное, потому что сплю всегда я больше. У нас тут в эфире 30-ти градусная жара. Саша уже умирает. Это очень сложно. Очень сложно, ребята. Одно дело в парке, когда ты там... У нас сплэши какой-нибудь, тебя поливают всегда водой. Хотя мы там стояли по 50 минут в очереди. Без нас никто не поливал, было нормально. Ну ладно, мы ищем... Почему я всё это говорю? Мы ищем водичку питьевую, фонтанчик. Обычно всегда есть бесплатный просто фонтанчик. Ты там заходишь, набираешь водичку, да? Ты уже нашёл где на карте? Ну, на карте нашёл. Сейчас будем искать в жизни. А мы опять нашли рынок. Рынки нас преследуют. Но это на самом деле просто обратная сторона. Господи, так солнечно. Я надеюсь, вам что-нибудь видно. И тут такая башенка. Но я так понимаю, что внутрь её... В неё зайти платно, да, Саша? Да, мы ищем тенёк, потому что она... О, массакра. Очень жарко. Вот, я не увидела это и споткнулась. То есть тут видно... Видна лучше эта башенка. Людей очень много и все сидят в теньке, потому что, правда, очень жарко. Но на жару нельзя обращать внимание. Нужно обращать внимание на красоту города. А тут есть что посмотреть. А я совсем не сказала, что это ратушная башня. Самой ратушный, да? Угу. Короче, наверное, она не сохранилась. Здесь мы уже идём более таким своим извилистым путём. Не совсем по маршруту. И тут уже становится меньше людей. Приятнее дышится. Это у нас костёл. Сегодня Трианны. И хотим идти вниз. Люди заходят. Чё бы и нет. Мы тоже зайдём. Внутри, конечно, вообще. Это очень красиво. Такое пьяное. Всё. Будем ещё туда поближе. Вот это. Наша теория подтвердилась. Чем, ну так, непримечательный. Не, ну он как бы красивый костюм. Непримечательный. Ну ничего такого. Прям вау. Снаружи нет. Но внутри божественно. Спасибо большое. Случайно. Случайно. Вообще свернули оттуда. Такой классный внутренний дворик. Это уже территория университета Югиланского. Я не знаю, если увеличить, видно? Труба. В форме дракона. Видно. Блин, ребята. Мы просто случайно зашли. Так красиво. Тут ещё ремонт делается. Стоит ремонт. Но это очень... Вот этот чистый итальянский стиль, как на пологии. Ну да, учитывая, что там очень. Там тоже мы были в похожем. И тоже был университет. Блин, классно. Я вообще люблю Болонию вот за эти арки. У них там очень много. Блин. То есть Краков. И те Болония. И те вообще... И вообще... И Италия. Ну, наверное, только не Венецию. Но очень красиво. Я набралась смелости. И по лестничке иду. И мы на балкончике. Тут можно подняться на балкон. Блин, ну красиво же. Эта женщина ведёт лекцию на русском. Там сидят дети. Хотя у них каникулы. Но их... Хотя... Так забавно. Дети сидят, слушают лекцию. Хотя у них каникулы. И может даже экскурсия. Я даже не поняла. Но для развития, ребята. Чтоб все знали историю. Вот как я. Ничего не знаю. А так бы посидела, послушала. И образованнее бы было. Блин, как красиво, ребятки. Как я люблю вот эти вот всё. Плиточка. Вау. Кирпичики. Вау. Окошечки. Всё вместе. Это просто невероятно. Это вот немножко портит. Но я в ту сторону не смотрю. Я смотрю сюда. Классно. Вон. Видите, ученики сидят. Слушают, что-то кто-то записывает. Красиво. Посмотрите на это счастливое лицо. Я так рода, что мы поднялись наверх. Сашка не хотел, кстати. Дверьку фоткает. Вот эта дверь просто фантастика. Сашка говорит, дверь фантастика. Блин, она реально фантастика. Очень красивая дверь. Знаете, все двери, которые я сегодня видела, я хочу домой тебя собрать. Кто-то собирает шкафы. Там, не знаю, ну, какие-то антиквариаты, там, тубочки. А мы будем дверь собрать. Класс. А сейчас мы пришли в какой-то огород. Он же огород. Профессорский сад. Профессорский сад. Тут вот буквально в минуте ходьбы от тех мест, от того дворика. Да. Вот там мы были, в этом дворике, в этом университете. И вот тут вот этот сад. Идем внутрь. А вот профессора. Написано, что они были арестованы. Но, возможно, они и гуляли по этому саду. Но тут очень красиво. Тут вообще какая-то неимоверная красота. Ой, господи. У меня уже глаза болят от этой красоты. А у тебя? У меня, знаешь, глаза в разных... О, ребята, что Саша нашел? Мою любимую елочку. Ну, не елочка, это кусты. Подожди, еще потряси. Надо загадать желание, чтобы везде было так красиво, как в Кракове. Аминь. Сели посидеть. Посмотрите на это измученное лицо. Ты говоришь, что счастлив, Сашка, оно видно. Мы сели посидеть в очень красивом месте, в том же саду, под красивым деревом и в тенечке. Потому что мы немножко... Нам немножко сужены из-за жары. Ну, это всем. Ну, мы сейчас вот две минуты. Ну, мы... Может, три. Тинька, тинька, перебежка. Мы же три. И пойдем. И вот как мы с тобой в том году по Италии в это же время. Там была жара такая же. Ну, то же самое, наверное, тинька, тиньку. А вот оно. И это дерево. Эх. Вот этот университет. Блин, вот... Я в шоке, что в Кракове, в Польше происходило столько всего, Саша. Так это был кражейский... И так все сохранилось. Или бы это уже отреставрировано, наверное? А, больше часа сохранилось. Да. Все таки. Просто спасибо, что вот это все сохранилось. И мы можем ходить и наблюдать. А так могли бы только на картинках видеть. Ну, там, типа, предположительно. А после Егелонского университета самое время направиться к Вавилю. Последняя основная такая точка нашего маршрута на сегодня. Идем мы через парк Планты. Он как бы известен тем, что здесь раньше были крепостные стены, а потом разбили парк вокруг всего старого центра. Ну, мы полностью вокруг не пройдем. Но вот как минимум часть добавили точно через этот парк. Пока немножко. Гуляя в этом парке, увидели вот такое ограждение. А за этим ограждением лежит вот такое огромное дерево. Но оно спиленное. Только пня тут нету. Я не знаю, где пень. Мы же его привезли. Просто это дерево. И как бы показать людям. Оно огромное. Саша, встань. Посмотрите, насколько оно огромное. Мне даже интересно. Почти в твой рост? В ширину. Может, и мой рост. Офигеть. Практически. Прикол. Ну, практически мой рост. Офигеть. Если бы не хвост, реально мой рост. Еще тут в парке детская посадка. И вот это то, что отличает крутые города. Мы часто, когда в путешествиях, замечаем, что если город классный, и он нам нравится, потом всегда есть крутые детские площадки, вообще доступные. Да, то есть пришла на лошадь. Вот это показатель классного города. Влодия, я такого не помню. К сожалению. Ну, ничего, парк закончился, начинается подъем. Ну, что мы так хотели. Жарко. Жарко. Но мы не жалуемся. Чуть-чуть. Нет, мы жалуемся. Мы жалуемся. Мы жалуемся. Капец, неохота туда в жару перезать. Вот оно. Фух, входим. Ну, мы уже старики, конечно. Я уже такая... Запыхлась, хотя там немножко мы прошли. А куда идти? В ту сторону, может? Хотя там никто не идет. Но мы идем там, где много людей. Посмотрим. О, Массакра, как же красиво. Это очень красиво, ребята. У меня вопрос, существует ли человек, который прошел все-все-все комнаты в этом замке? Как думаешь, есть он? Какой-нибудь. Какой-нибудь есть? Уборщик, реально. И то, не будешь, он один убирать весит. Это жесть. Чуть-чуть еще внутри всего комплекса. Ну, красиво. Так тоже налеплено, так все. Слышка. Да. Кстати, я, знаете, что говорила, что он со стороны выглядит просто на тысячу баллов очень красиво. А внутри так, ну... Внутри тоже красиво. Но со стороны суперски для меня, для тебя. Да. Тут есть такое зеркало, можно себя с видом сфоткать. Прикольно. Такой классный внутренний дворик, в итальянском каком-то стиле как будто нашли. Похоже на Венецию даже. Она вот центральная, ну не центральная, но площадь. Класс. Да, похоже на Сан-Марко чем-то. Даже у него башня есть. Здесь у нас прямо какая-то интересная башня называется Злодейская. Наверняка есть какая-то классная история с этим названием. А, возможно, эта тюрьма была. Ну, неизвестно. Там уже вид на город проявляется. Даже город. Ой, не видно. И вот главный весь комплекс со стороны выглядит как-то так. Тут, конечно, прикольно, но очень жарко. И просто нет сил ходить и рассматривать. А вот вид на Вислу. Супер. Там на доле? Да, дай что. Ой, как горячо. Лучше не облоказываться, Сашка. Лучше не трогать этот камень. Ай, красави, где там этот смог? Все кричат тут смог, смог, где смог? Где? А, он там, не видно. Он непростой. А какой? А, он нагнедышащий. Ну, да. Мы же не пойдем туда смотреть. Ой, какая жарочка. Можно отправить смс. Я не знаю. Откуда ты знаешь? Ну, я знал. Офигеть. Я не знала. Немножко отведу от Вавеля. Можно встретить два костела буквально вот впритык. Это костел Свинтегу Анжея. А здесь апостол Петра и Павла. Интересно, что это костел? Белый такой, а дальше... Так, ну сейчас надо пробовать войти куда-нибудь. Зашли внутрь. Точнее, не внутрь, а только вот прибанник. Чтобы зайти вот в этот костел Святого Андрея. Тоже так аккуратненько, все так красиво. Какая-то брусчатка. Растения, мои любимые туи. И вот такой маленький. И все. Тут можно сидеть, молиться. Он маленький, но очень красивый. Супер красивый. Такая ухоженная территория возле этого костела апостолов Петра и Павла. Ой, там такие классные стрижки в деревьях дальше. Так я люблю, когда стрибуют вот так вот типа чупа-чупсики в деревьях. А там вообще спиральные какие-то есть. Обожаю эти брусики вообще. Если у нас когда-нибудь будет с Сашей свой сад. О, ага. Ну вот, я там просто вот так вот сделаю. С ножницами вышлю. Буду вот так вот. Пожалуйста. Будет так круто. Метемаус такой чуки там, быстро. Пришли в знаменитое заведение. Их много по Кракову. У них даже свое приложение есть. Короче, это мороженое. Очень вкусно. Каждый день меняются. Есть классические вкусы, а есть каждый день новые. Говорят, что он типа самый вкусный. Стоит порция 6 злотых. Можно выбрать рожок, кубок. Ну, короче, прикольно. Мы даже первый раз поругались. Первый раз в жизни в мороженом. И там еще наливать подливку можно тоже. Все включено. Ну, в смысле не поругались. Мы потому что договорились одно мороженое, а потом я увидела другое. И говорю, Саша, я хочу другое мороженое. А он вообще меня не послушал. И когда я стала закатываться, он говорит, да то нету хоть. Другое, бери, это нету. Я думаю, фиг с ним, блин, возьму другое, то все на нас смотрят. И вот, да, я взяла другое. Кстати, вкусно. Смотрите-ка, что еще. Сорбетик. Это на халяву. Да. За то, что мы зарегистрировались. Купили два поедынчика мороженое. Я еще вставил дату рождения в приложение и пригласил Олю. Но, правда, за это мы еще не получили баллы. Но можно, если бы мы заказали еще через Оля на приложение, и потом я бы ему... Мы, в принципе, чуть-чуть заблоканулись. Мы могли бы по одному рожку с каждого приложения заказать, с приглашения. Мы получили еще два таких, две порции бесплатно. Ну да. Короче, лайфхак. Можем оставить ссылку на приложение. Угадайте, где мы снова. Мороженое нас не отпускают. Только это уже платное. Да, мы опять платные, чтобы получить опять бесплатное. Сейчас покажем побольше. Я буду сидеть, пока не сидим все. У нас есть сейчас три тысячи баллов. Это, значит, три порции мороженого львового куста. Там сорбеты очень вкусные. Здесь клубничные и зеленые. Мы сейчас это съедим, посидим и будем еще... И еще двойная и лейтенарная порция. Криспи. Короче, получается, мы... Ну, если мы еще с первого раза заказали всего одну, мы бы еще дешевле, но получается, мы из 18 блоков, и очень семь порций мороженых. Класс. Учитесь. Поэтому мы говорим, подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Потому что только нас вы увидите такое. Да? Ну, как мы говорили, это бесплатно. Тайфуем. Вообще, Евген, тут еще так прохладно. Супер. Да. Все, мы проводим тут и здесь. Вот эти вообще мне очень любят. Вообще сорбеты вкусные. Ну, эти тоже. Меня больше понравились. Я люблю больше другие. Но сорбеты мне надо. Рекомендуем. Особенно... Особенное приложение скачать. Да. Можно даже по нашей ссылке. Ну, вот и все, ребята. Закончилось наше... Вращаемся. ...каникулы. Можно сказать. Вращаемся на себя. С Чупиком. Вот, будем возвращаться домой. Да. Уже все, все уложили. У меня вот такой рюкзак. Ну, вот так быстро заталкивают. Черепашка-ниндзя. Огромный. У меня еще шоппер. У Сашки еще шоппер, да. Короче, Краков классный, но было жарко. Надо еще сказать, что тут очень классный транспорт. На ХПРЛС. В целом, организация, инфраструктура, все четко. Похоже как в Вене. Можно практически не сомневаться, что если запланирована какая-то там пересадка, то будет четко. Ну, у нас не было проблем. Максимум там на минуту две опаздывали транспорт. Ну, проще все четко, плавно поднялся. И вообще нам раз уже было сомневаться. У нас сегодня уже было сомневаться. И мы так немножко впечатлили, но зато мы воспользовались колярным мороженом. Так что обязательно тоже кто-то в Кракове, кто возможно не знал, и в Варшаве. Саша, попробуйте, это очень классно. Больше с приложением, там много бесплатного мороженого. После, короче, одно можно купить и пополучить. И будем уже с вами прощаться. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok